Вот это поворот! Сегодня в нашей передаче принимают участие мама и тезка, самой первой героиней нашей рубрики, снятой 4 года назад. Анна Андреевна элегантная дама. В свои 53 она хочет открыть для себя новые образы, подходящие к завидной фигуре, статусу главного бухгалтера и замечательной жены, с которой можно и в театр, и в поход, и в ресторан, и на рыбалку. Бухгалтер это такой замкнутый человек, который зацикливается на цифрах, представляют счеты, представляют вид бабушка или дедушка на рукавниках и считают. Я всегда стараюсь развеять стереотипы. 15 лет назад, до переезда в Тюмень, она жила в Северодвинске, и этот суровый военный город явно закалил ее характер. Меньше наивности и доверчивости, больше целеустремленности. В 33 года ей пришлось начинать заново строить карьеру и обживать дом. Посмотрим, как Анна отнесется к переменам сейчас. Я хочу развеять убеждения нашей героини в том, что 44-го размера вещи на ее возраст найти невозможно. Нужно просто использовать более классическим образом те предметы гардероба, которые молодежь старается примерять для себя контрастно. Черный цвет в благородных фактурах не будет старить нашу Анну. Можно выбрать бархат, можно выбрать крупное, сшитое, красивое кружево. Можно также остановиться на велюре или вельвете. Юбка очень красивая, блузка вообще шикарная. Мне этот наряд не нравится. Объясню почему. Потому что считаю, что длина не моя. Я ношу юбки-карандаш только до середины колена. У меня цвет лица темный, кожа темная, волосы тоже темные. И вот черный цвет темнит мне. Уж не знаем, кто тут темнит, но нам комплект очень понравился, как и следующее платье. Хоть Анна и считает, что для ее образа не подходит зеленый цвет, я буду настаивать на том, чтобы в ее гардеробе появились зеленые цвета. Причем они должны быть глубокими. Это хвойные оттенки, оттенки голубой ели, а также контрастные к ним красные, вишневые, зимные цвета. Это моя длина, это миди уже. Цвет тоже мне очень нравится, яркий. И сочетание вот этой блузки с этой юбкой вообще очень изумительное. Ох, порой не просто преображать человека, который слишком хорошо знает, чего хочет. Продолжим работу в новом выпуске и постараемся приятно удивить нашу леди-совершенство.